Сегодня наша вторая лекция на тему о защите прайдного поколения, которую оставил после себя пророк Мухаммад, а это поколение сподвижников. Тема нашего сегодняшнего урока – отношения заблудших группы рафидитов. Двум основам – это Курану и Сунни. Когда они нам говорят какой-либо аят или какой-либо хадис в защиту своей архиды, то, во-первых, мы должны знать, как они сами относятся к тому или иному аяту или хадису. Когда они нам приводят хадисы из Бухари, из Муслима, из Муслина до Имама Ахмада, из других источников, то мы должны знать, во-первых, как они сами относятся к этим источникам, как они сами относятся к тем, кто передает эти хадисы. Поэтому мы должны знать четко, представлять себе то, когда они говорят об аятах, как они делают истридляль, как они его берут себе в Далиль, так же, как они что относятся к хадисам. Есть в интернете их лекции, где они что объясняют, свое отношение к подвижникам, свое отношение к Хурану. В одном из этих видеороликов они утверждают о том, что они не говорят о том, что Хуран искажен. Сегодня с помощью Аллаха мы в нашей лекции докажем то, что иджма является у рафидитов, то, что Хуран искажен. Хуран, который сегодня у нас есть, они утверждают, что он искажен. Хуран, который сегодня мы читаем, с которого мы берем правила своей жизни, они говорят, что этот Хуран подвергнулся искажению. И исказили его великие сподвижники, которые оставил после себя пророк Мухаммад. И это все они скрывали до поры до времени, до тех пор, пока их неизвестный ученый Нур Ат-Табруси, Нур Аль-Хусейн Ат-Табруси, не выпустил книгу, которую он назвал «Фаслюль хипап фи избати тахрифель китаби робиль арбаб». Это известная книга, которую он написал, которую он защитил, привел доводы о том, что книга Аллаха подверглась искажению. И когда это уже было ясно людям, когда люди увидели их убеждение, что появились уже их отмазки о том, что он имел в виду не то, он говорил совсем о другом, он сожалел о том, что он написал в заглаве этой книги не так правильно, вы не читали сами эту книгу, вы даже то, что содержится в этой книге, не знаете и обзываете на шматхаб. Ну, иншалла, с помощью Аллаха приведем тексты с их же книг, с их же саляфов, то есть те первые их ученые, которые что основывали? Ихнюю Акиду. То, как они относятся к Ур'ану. Почему? Потому что, когда они нам приводят какой-либо аят, у них что, есть свой тавсир, у них есть свое понимание этого аята, у них есть свое понимание того причины неспослания этого аята. Так же, как и у мы, у нас есть свои муфасиры, когда если какой-либо проблемный аят на котором мы остановимся, мы смотрим тавсир тех улямах, которые что признаем мы, основу которым возвращаемся мы. Поэтому, когда они нам приводят какой-либо аят, где они утверждают, что Хафса, например, или Аиша стали неверными, после того, как произошел случай, который Аллах, субханава тааля, упоминает в Суре Таляр, они утверждают, что они обе стали неверными, мы же утверждаем, нет, что они просто совершили грех, о котором Аллах, субханава тааля, сказал, что они, что если сделают, то бы, то Аллах простит им, если же нет, то их не, что сердца сбились до этого. Поэтому в Тавсире, это один из примеров, в Тавсире этого случая мы вернемся к Ибну Катиру, и к другим известным нашим салифам, которые что? Делали Тавсир Кураном. Поэтому, когда же у нас будут проблемы, связанные с хадисами шарха, мы возвращаемся к кому? Тем, кто делал шарха этим хадисом. Именно Хаджар Асхаляне Ан-Навауи, те подобные им ученые. Поэтому, когда должны знать все братья, что основы у нас и у них разные, поэтому, когда они нам приводят наши же хадисы или аяты, они не верят ни этим хадисам, ни в остоверности этим преданиям. Первый, кто говорил об искажении Курана из их ученых, это был Хишам Ибн Хакам. Кто заговорил, первый вообще, кто заговорил об этом, это был Хишам Ибн Хакам, который умер в 190 году по хиджре. Этот же человек был из тех, который первый говорил о том, что Аллах это что? Тело. Что у Аллаха есть тело. Это один из первых людей, который заговорил об этой вещи. Об этом упоминают их книжи историки, о том, что первый, кто говорил об этом, о том, что Куран искажен, это Хишам Ибн Хакам. Первая же книга, в которой было записано это, как знание, которое они передавали, первая книга, это книгу, которую написал Сулейм Ибн Кайс Аль-Хилляли. Очень известная книга, которую они называют основу из основ шиитского мадхаба. Даже утверждает о том, что тот человек, у которого нет этой книги, или тот человек, который не прочитал эту книгу, он не понял мадхаб шиитов. Сулейм Ибн Кайс Аль-Хилляли, он умер в 90-м году по хиджри, и он после себя передал свою книгу Абан Ибн Абий-Яш, от которого, что они делают ревайю, эти книги. Они говорят, что «Ия Ау-Валю Китабин Захар Аль-Шиа» это первая книга, которая что появилась у шиитов. Это говорится по многим их книгам, как «Бихар Аль-Анвар» и как «Фахрасат Аль-Ибн Аль-Надим» и других их книгах, как «Зария Туилля Таснифа Шиа». То есть доказано по их же книгам слово о том, что книга Аллаха искажена появилась среди них еще в этих поздних годах. Другие же ученые, которые утверждали и передавали друг другу о том, что книга Аллаха искажена и подвергалась искажению один из их больших ученых, Али-Ибн-Ибрахим Аль-Кумми, который умер в 307 году по хиджре. Этот человек говорит «Фаль-Кур'ану минху насихун ва минху мансухун ва минху харф макана харфин ва минху мухаррафун ва минху аля хиляфи ма анзалаллах». Кур'ан, в нем есть то, что стерлось, в нем есть то, что стирает другие хукмы. «Минху харф макана харф». В нем есть то, что поставили букву на место другой буквы. Заменили, то есть, одну букву другой буквой. «Ва минху мухаррафун» в Кур'ане есть то, что вообще исказили. «Ва минху аля хиляфин ма анзалаллах». И в нем есть то, что написано не так, как было неспослано Аллахом, субханаху ма та'аля. И он приводит историю, предание, которое передается от Абу Абдилля, в котором говорится, что один человек прочитал аят. «Кунтум хайра умматин ухриджат ли наси та'муруна билмаруфи ватанхауна алинмунка». И когда Абу Абдилля услышал чтеца этого аята, когда он сказал, и он ему сказал, «Кхайра умматин», то есть, ты читаешь хайра умматин, говоришь, благая умма, то есть, перевод этого аята, вкратце, «Кунтум хайра умматин», вы были наилучшим народом, который, что Аллах, вытащил, выявил для людей, которые появляют одобряем и запрещают отпориться ему. Когда он услышал, что этот чтец читает хайра умматин, наилучшей уммой, он что ему сказал? «Наилучшая умма», восклицает он ему, «Яхтюлю на Амир аль-Мууменин», ты называешь их наилучшей уммой, которую убили Амир аль-Мууменин, убили Хасана и Хусейна, фа-кейла ла-ху, «Ва кейфа назалят?» И он спросил его этот чтец, как же тогда было неспособно этот аят «О, Абабдиллях?» И он ему сказал «Иннама назалят, кунтум хайра аимматин ухриджат ли нас?» «Вы были наилучшими имамами, которые были вытащены для людей». Другой пример из этой же книги, книга, которая называется «Тафсир аль-Кумми», это книга этого ученого Али Ибрагима аль-Кумми. Другой пример, где он говорит, «Ва амма ма хуа мухаррафун минху» «А те же места, где вообще искоржено?» «Фа хуа ковлюху» «Лякини Аллаху я жгаду бима анзала илейкум фи Алиин» Он говорит «Лякини Аллаху но Аллах же субханаху свидетельствует тем, что Он неспослал тебе фи Алиин» «В Алиин» Вот эту вещь они добавили и он утверждает и говорит, что вот так был неспослан Куран. А потом сегодня появляются люди, которые что? Придерживаясь своей акиды, которой можно лгать своим оппонентам, говорят, «Нет, мы не утверждаем о том, что Куран искажен, нет, мы каждой буквой верим, что этот Куран полноценный, не искажен». Тогда пусть они отвечают своим ученым, пусть они отвечают вот этим книгам, Тафсирам и говорят, что это все вранье. Так же этот человек говорит, «Нет, Нур Ат-Табруси в своей книге не защищает этот кауль, хотя этот же Нур Ат-Табруси в книге «Фасуль Хитаб» на 25-й странице «Мукаддима 3-я», 3-я «Мукаддима», он что? Хусейн Ат-Нур Ат-Табруси приводит этот «Зиндик», как его называют ученые, он приводит именно слова этого же ученого. То есть подтверждают, что Кур'ан искажен. В другом аяте и примере они говорят, «Я Расуль Аллах, я югар-расулу баллиг ма унзиля и лейкам и рабдика фи Алиин ва и лям таф'ал фама баллахт фама баллахта рисалатаху. Ау-зубиллях». Эти люди дошли до того, что они утверждают о том, что цель того, что Аллах, субханаху ате-Аля, с ней спасла порока Мухаммада, было то, чтобы что? Он довел до людей, что Али является кем? Имамом после него. То есть нету другой цели. Никто в Ухиду Пророку салам пришел нас призывать. Не к тому, что мы вошли в рай, не к тому, чтобы остерегать на это от ада, а лишь только для того, чтобы мы уверовали, что Али после Пророка салам будет кем? Имамом. Как они сказали, «Я югар-расулю баллиг ма унзиля и лейкам и рабдика». О, посланник, увещивай о том, что не спаслал тебе твой Господь, твой Господь. Так пришло в Куране. Если ты этого не сделаешь, то ты не довел то, что на тебя возложил Аллах. Вот так пришло в Куране. Они добавили, что? Если ты не объяснишь людям в том, что пришло фи'алиин, добавили фи'алии, в Али, то ты что, не довел то, что Аллах, субханава та'аля, на тебя возложил. В другом примере этот человек приводит аят и говорит, «Инна ладзина кафару, прави, хаккахум, лям якуни ляхи ляхфир ллах». Аллах, субханава та'аля, не простит этим людям и Аллах, субханава та'аля, не поведет прямым путем этих людей. То есть, человек утверждает свет, приводит аят о том, что слово «Аля Мухаммад не хаккахум», эти люди что? То есть, «Али Сунава Джамаа», «Абу Бакар», «Умар», «Уфман», эти сподвижники, между которыми было и Джамаа, когда они собрали Коран в единую книгу, что они что? Вот эти все места убрали. Из тех ученых, который также утверждал о том, что это является одной из основ того, что Коран искажен, Мухаммад ибн Хасан ас-Сафар, который умер в 290 году по хиджре. Это все их не салфы. Он говорит, «Аля Абу Джафар «Амма китаба Аллахи фахаррафу» «Сказал Абу Джафар, что же касается книги Аллаха, фахаррафу, они изменили ее. «Амма л-Ка'бата» «Что же касается Ка'бы, фахаддяму» «Они разрушили ее». «Амма л-Итрата фахаталю» «Тоже, что касается «Итрата», то есть дети Али и Фатимы, они убили их. Это приводится в «Баса и Руддараджат», второй том, 296-я страница. Также это приводится в книге этого Зиндиха Хусейн Анура Ат-Табруси «Фаст л-Хитаф и Тахриф л-Китаби Робб л-Арбаб», 26-я страница, третья мукаддима. Книга этого Хусейн Анура Ат-Табруси состоит из трех заглавий и состоит из трех заглавий. Три мукаддимы в своей книге этот человек сделал, где он утверждает, что книга Аллаха искажена. Также из тех, кто говорил о том, что их книга искажена, что Куран искажен, шейху-шуюхи и мазхабы ши' как они называют, шейх шейхов шиитского мазхаба Саад ибн Абдилла Аль-Кумми который также был из тех, кто жил в 300-200 годах Хиджри. В 301 году Хиджри этот человек умер. Он сказал Он в своей книге сделал такое заглавие, которое он сказал Бабу-Тахриф заглавие о том, что были искажены аяты и противоречие тому, что не спасал Аллах Субханаху ва-Та'аля которые передали наши шейхи и он делает им рахмад. То есть Аллах им воздаст то, что он им воздаст. Это приводится также в Бихар-Уль-Анвар Бихар-Уль-Анвар одна из тех книг которая является одной из основных их книг как и Кафи Укулейник где они собрали множество недостоверных преданий. В этой книге то есть тоже есть заглавие о том, что они утверждают что в книге Аллаха есть искажение. Пусть возвращаются к своим же книгам пусть не врут не обманывают что этого у них нет. Также из тех ученых который говорил об этом Мухаммад ибн Масуд Таффсир Али-И'яш известный их также Муфасир которого называется Таффсир Али-И'яши одна из известных их книг он говорит в 320 году по-хиджи этот человек умер он говорит Али-И'яши 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 как они утверждают если бы не было добавлено в книге Аллаха и убавлено из нее то что не было скрыто для людей наше положение то есть положение Мамитов положение как они говорят, их имамов. Также из тех людей, кто утверждал о том, что книга Аллаха подверглась искажению, добавлению и убавлению, их мухаддид, как они его называют, Мухаммад ибн Якуб ибн Исхак Аль-Кулейни Арази, который что, умер или сдох в 328 году по хиджри. Человек, который написал книгу Аль-Кафир. Он что говорит? Он передает от Абу Абдиллаха, который сказал, «Инна Кур'ан, аль-Лэзи-джа-абихи-джабраилу, алейхиссалам, иля Мухаммад, салам, 17 альф аятин». Человек, которому Аллах не дал мозги, которого мозги, как у животных, говорит в своей книге Уссуль-Кафе во втором томе 862-й страницы заглавие китаба «Фадлюль-Кур'ан» «О достоинстве Кур'ана», он что говорит? «Инна Кур'ан, поистине тот Кур'ан, который был использован Джибрилем, Мухаммаду, салаллаху алейхи ва салям, содержит 17 тысяч аятин». Содержит 17 тысяч аятин. Что же касается Кур'ан, который мы сегодня у нас в руках держим, через который мы поклоняемся Аллаху, читая этот Кур'ан, беря из него ахкамы, то аяты его не превышают 6236 или чуть-чуть больше, небольшой яхтилляф есть, аятов, примерно 6300 аятов. Этот человек утверждает, что Абу Джа'афар, что Аби Абдилля сказал, что Кур'ан, который Джибрилю принес пророку Мухаммаду салаллаху содержит 17 тысяч аятов. Два с половиной раза ихний Кур'ан больше, чем наш Кур'ан. Хорошо, когда этот человек в Ютубе не вступает и утверждает, «Нет, мы не утверждаем о том, что Кур'ан искажен». Тогда где эти 11 тысяч аятов? По ихнему утверждению, эти 11 тысяч аятов, сподвижники что исказили, сподвижники скрыли, потому что там, как они утверждают, говорится об Али, Абхасане, Абхусейне, Абхатиме, о тех знаниях, которые у них есть. Другой ихний ученый, которого звали Али ибн Ахмад Абул-Касим Аль-Куфи, в 352 году этот человек умер, он приводит Иджма, ихний ученый, живший в 352 году по хиджри, приводит Иджма, то есть Иджма всех тех ученых, которые были до него или живут в его время. Он говорит, «То, что сегодня есть, Иджма, ахли кибли, людей кибли, ихние кибли, которые они поклоняются, Карбала, в Аль-Асар, ихних преданий, минал-хас и в Аль-Ам». Хас – это ихний ученый, Ам – это общие все люди. «То, что находится сегодня в руках у людей, минал-хас и в Аль-Куран, лейся хуа Куран кулля». «То, что находится сегодня у людей из Аль-Курана, это не является полностью Аль-Кураном». «И ушло из этого Аль-Курана, то есть убрано из этого Аль-Курана, что сегодня у людей в руках». Этот человек утверждает и говорит, «В этих свитках было то, что не понравилось Усману». И он что, убрал этот Усман, этот человек утверждает, что Усман убрал с Аль-Курана то, что ему не понравилось. Это приводится в «Аль-Истигаса», «Фибад'и-Саласа», первый том 92-я страница, то есть «Фибад'и-Саласа», «Фибад'и-Саласа». Они называют Абу Бакра, Умара, Усман, не называют по именам, они говорят первый, второй, третий, поставили им такие позывные номера, первый, второй, третий, если мы услышим где-нибудь они в книгах, первый говорят или второй, или третий, первый – это Абу Бакр, второй – это Умар, третий – это Усман. И книга называется так, «Аль-Истигаса Ту Фибиды Ихталята», то есть разъяснение о том, какие биды сделали трое, то есть Абу Бакр, Умар и Усман. И он приводит то, что Усман из тех людей, которые убрал из Хурана то, что ему не понравилось. Ауду-билля. Этот человек другой, ихний фурат Ибн Ибрагим Аль-Куфи, в 352 году по хиджи также умер. Он говорит, от Абу Джаффара этот человек передает, говорит, «Назаля Джибрилу алейхиссалам би гадзил аят хаказа, би итамаштару бихи анфусахум айя кфору бима анзал Аллаху бахьян фи али» аят, который приводится где? Сура Бахара, которым 1400 лет люди передают этот Хуран, над которым целые муассасы, целые структуры, над которым люди, которые боятся Аллаха больше, чем эти рафидиты, люди, у которых есть иджазы, которые по несколько десятков лет учат Хуран, изучают его, передают этот Хуран друг от друга, у которых есть цепочки, достоинность передания Хурана. Никто из них не читал в этой аяте слово «фи алии». Эти же люди утверждают, говорит этот ихний фурат Ибрагим Аль-Куфи, что Абу-Джа'фар, Абу-Джа'фар Аль-Бахир, один из внуков, Али говорил «Тафсир Фурат Аль-Куфи» это муфассир, их не так же было, «Абель-Касим Фурат Ибрагим Аль-Куфи», он говорил, и сказал Абу-Джа'фар, «Назал Джибрил», пришел Джибрил с этим аятом, т.е. текст, который человек утверждает, что есть, что добавление, которое мы не читаем, т.е. изменили, «Би-и-и-сама-ши-тароу» и плохо, «Би-и-и-сама-ши-тароу» – ничтожно то, что вы купили своими душами, когда вы проявили Ай-я-Куфуру неверие тому, что не спасла Аллах Субханава Та'аля, «фи алии». Вы проявили горе вам за то, что вы что, проявили неверие в том, что Аллах Субханава Та'аля не спасла «фи алии». Вот так эти люди говорят, «Би-и-сама-ши-тароу би-и-и-ан-фу-сам-хум, ай-я-кфару биманзал Аллаху фи алии». Этот человек и предыдущие, которые людишки были до этого, их улема, они что жили «фи аль-гхайбати ас-суғра» – это то, когда они придумали о том, что их двенадцатый имам скрылся в Сирдаби, в Самарра. Они сказали, сейчас он не может выйти, потому что он боится людей, потому что он трус, потому что у него нет силы, потому что его люди убьют. То есть, Машаллах – такой имам, которому Аллах не дал мужественных сподвижников, которые поддержали его. Нет, он был трусом, и он будет несколько тысяч лет вскрытий, до тех пор, пока Аллах его оттуда вытащит. Этот человек скрылся и после себя оставил анваб – наместника, через который эти люди знания передавали. Этот ученый был из всех людей, которые жили в это время, в это светлое, как они говорят, время. Другой ихний ученый – Мухаммад ибн-Ибрахим ан-Нумани, также он умер в 380 году по хиджри. Он говорит, Он говорит, То есть, Али увидел, как в Куфе люди обучают друг другу Курану, и что-то Али сказал про этих людей. И один из людей ему сказал, А что не так же, не так они читают Куран, как он был неспослан? И Али сказал, Нет, Стерли из этого Курана 70 имен Курайшитов и 70 имен их отцов. И оставили имя Абу-Ляхаба, Изра-Ан-Аля-Расул-Иля. Чтобы что? Унизить порок Мухаммада. Вот такие вещи эти люди говорят. Этот человек жил в 380 году по хиджри. Этот человек умер. Такие вещи они тогда еще говорили. Это приводится также в Бихар-Уль-Анваре, И это приводится в этом же Фасл-Уль-Хитабе, от которого они говорят, отстраняются от этой книги. Этот человек, который эти слова привел, был большим учеником Кулейнии, который написал ихний кафе. Также об этом говорил Мухаммад Нурман, которого назвали они Аль-Муфид, который умер в 413 году по хиджри, который говорит, Иджма, то есть полное согласие всех ученых-шиитов на том, что Куран является искаженным. И говорит, что те, которые противоречат им в этом, это люди, которые называют себя суннитами, которые называют муфтазила, хариджиты, даже за идеи, они говорят, нам противоречат иммурджиты, асхабы хадид, люди, придерживающиеся хадиса, которые, что все в этом противоречили имамитам, имамитскому мазхабу. Он приводит это в книге Аваилюль-Макалят, 46-я страница, где он говорит об искажении Курана. Ат-Табруси Исаахибул Ихтиджач, Ихтиджач одна из известнейших и любимых их книг, также говорит об искажении Курана. Заглавие у него есть который жил в шестом году по хиджре, этот человек. Здесь у него есть заглавие, где он говорит об искажении в Куране. Об искажении в Куране говорил человек, который жил в 1112 году по хиджре, это Ниматулла Аль-Джазаири, известный ученый, который говорил, «Рава асхабуна ва машаихина в китабе, усуле, минал хадид, ва гайриха, ахбаран, кафиран, балагат Ат-Таватуа». В книге, которая называется «Нуруль-Барахин ва Анисуль-Вахид» в шархе Ат-Тавахид, который написал Ихни Аль-Джазаири, говорит «Рава асхабуна» передают наши сподвижники и наши шейхи. В книгах основ, где основы их мадхаба разбираются, в Аль-Хадиде, в Аль-Хадиде, где разбираются, и в других, истории, ахбара, новости, предания, которые дошли к Таватуру, мутаватире, то, что общеизвестны о том, что «Анн-Аль-Куран, «кад уридаляху тахриф», что Куран, что подвергся искажению, что убавлению, и также добавлению. Также об этом говорил Абул-Хасан Аль-Амили, который умер в 1140 году. Также об этом писал их ученый, который жил совсем недавно, сто лет назад, Хусейн Ан-Нур Ат-Табруси, который написал книгу «Фаслу-ль-Хитаб фи тахрифи китабы раббил арбаб». Книгой, которой он хотел поставить точку о том, что книга Аллаха, субханава та'аля, искажена. В предисловии своей книги он говорит «Хаза китабу латифу ва сафару шарифу амильте его фи итбат сахриф в Куран». Пусть этот человек, который выступает в Ютубе, защищая этот имамидский мазхаб, который делает рад на шейх Абу-Исхах Хауэйне, они сделали, вырезали кусок лекции Абу-Исхах Хауэйне, где он говорит, наш великий ученый, мухаддис, о том, что шииты убеждены в искажении Корана. Он что? Этот человек говорит «Нет, книга эта не искажена, вы не прочитали книгу этого Хусейна Нур-Ат-Табруси». Этот же Хусейн Нур-Ат-Табруси говорит в предисловии этой книги, то есть объясняя о том, зачем он эту книгу написал, что эта книга говорит. Он говорит «Я написал ее, чтобы доказать, подтвердить искаженность Корана». Искаженность Корана. Вот этот человек так это доказывает. Отношение же людей этих к Сунне тоже не скрывает, они не скрывают то, как они относятся к Сунне пророка Мухаммада. Эти люди не берут хадисы, которые передаются от великих сподвижников пророка Мухаммада. Основой Сунны этих людей является Сунна кого? Сунна имамитов. Сунна Ма'сумин, их имамов. Как говорится, это в книге Халкатур написал Хумейни, в том дустуре законе, который Хумейни написал для Иранского государства. Он говорит «Сунна туль Ма'сумин, алейхиссалям. Сунна – это Сунна имамов Ма'сумин». Также эти люди, что? Один из их ученых, известнейший ученый, который был из наджавских ученых, семья которого создала университет Наджави, говорит «Ла яйтабирун» Мы не считаем, они не считают из Сунны. Ахадид аннабавия Кроме тех хадисов, которые пришли от Ахлюльбейт То, что передал Садых от своего отца Бахира, от Зейнульабидина, от Аль-Хусейна, от Амира Ма'сумин, от Пророка Салам. То, что касается Ма'яруи, Мисли Абу Гурейра, то, что привел Абу Гурейра, Самрут ибн Джун, Дуб Марвай, Ибн Хакам, Ибн Хаттан, Аль-Хариди, Амру ибн Аас, и те, которые похожи на них. И они не считаются никак у имамитов, даже они не стоят, что комара. Вот так эти люди относятся к сподвижникам Пророка Мухаммада, который передает хадисы. Это не секрет, сегодня эти люди также об этом утверждают. Это ничтожный человек, который выступает в Ютубе, издевается над Абу Гурейра, издевается над ним, говоря о том, что он сочинял хадисы, утверждает о том, что уготовано место Абу Гурейра в аду. Сегодня эти люди, что открыто выступают в Ютубе, не скрывают свою ненависть подвижникам Пророка Мухаммада, и сегодня, к сожалению, некоторые из мусульман защищают этих людей, говоря о том, что они тоже на истине, у них тоже свое понимание религии. Зачем мы разделяемся? Мы же все единому Богу верим. Мы единому Богу не верим. Эти люди верят богам, которым поклонялись язычники персы. Эти люди любят тех язычников, которые убили Умара. Эти люди любят тех, которые убили Руфмана. Мы же этих людей, что ненавидим. Мы любим тех людей, которые разбили государство персов, которые потушили огонь язычников. Поэтому стыдно сегодня нам должно быть, когда ходят среди нас такие люди, которые ругают Абу Бакра, которые обвиняют Аишу, издеваются над ней, которые издеваются над Хафсой, которые издеваются над Абу Бакром и Умаром. Пусть наши родители будут выкупом за этих великих людей. И прошу Аллаха, чтобы дал нам знания, по причине которых мы сможем различать ложь от истины. Ахиру джуана, Анилхамдулллллллллллллллллллллллллм Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...